Роскарест вообще лучшая почва для роста инновационных, вообще для всех, для всех компаний, в первую очередь, для инновационных компаний, которые нуждаются и в нетворкинге, в том числе, и в пиаре, и в джиаре, и в привлечении каких-то инвестиций. И мы здесь представляем все этим компаниям. В этот раз мы нашу номинацию «Бизнес приорити» сделали совместно с Джимнисом, с нашими партнерами. Вместе с руководством мы сегодня представляли ту пищевую сессию. На пищевые было 15 компаний, несколько из них мы сегодня проинтервьюировали, они все бесконечно интересные. Вот бразильские компании Бразилия, Голландия, ЮАР, Россия. От технологии счастья и технологии переработки мусора до технологии извлечения воды из воздуха, чуть ли не денег из воздуха. Мы видим, что компания «Синтери» и нуждается в поддержке. Всю эту поддержку мы им окажем. Мало того, мы сегодня разговаривали с Джимнисом, завтра мы проведем, скорее всего, круглый стол с компанией «Мобадала» и «Тавазум». Это крупнейшие арабские фонды. Возможно, все финалисты поедут в ХАБ-71, в крупнейший, самый известный в мире акселератор технологий, который находится в Абудабе. Финансы и инновационные компании мы хотим в третью очередь. В первую очередь мы хотим самоопределиться, потому что люди, которые первый раз делают бизнес, они не очень хорошо понимают, как им этот бизнес структурировать. Хотя мы видим, на самом деле, сегодня настоящих бойцов инновационных, но, как правило, компания первого раза делается, она не видит горизонта. Она смотрит куда-нибудь сюда, где бы мне взять немножечко денег. Первое. Второе. То есть компания не хотят стратегического консалта, который мы можем, конечно же, им дать. Второе. Компаниям не хватает входа к клиенту, потому что не всякая маленькая компания может зайти и на равных поговорить с крупным заказчиком, или с крупными ритейлерским компаниями, или с крупными добывающими компаниями. Их не слышат. Их не слышат. Мы такую возможность им обеспечиваем. Ну и, кроме того, мы помогаем компаниям еще и найти деньги. Иностранные компании приехали сюда первый раз. Я вижу, что им очень интересно. Они видят, что очень большие перспективы. Но пока еще не очень понимают, чем это для них закончится, потому что они все в России первый раз. Для них Россия – это страна больших возможностей. Такие есть. И мы всем этим компаниям, которые были сегодня представлены, безусловно, будем оказывать тоже всемирную поддержку также и нашим российским компаниям. Технологий в стране очень много. Не хватает менеджмента, который может стартапами управлять, потому что это исключительно сложный уровень менеджмента. Это не то же самое, что торговать колбасными изделиями на мировом рынке. Это что-то другое. Это то, что нужно позиционировать, это то, что нужно понять, это то, с чем нужно определиться и сформировать картину будущего, а также эту картину согласовать с будущими потребителями. Это очень сложная история, которую, конечно, нужно помогать и поддерживать, воспитывать в наших менеджерах. Мне кажется, это единственная помеха в росте инновационных компаний сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова